В парке Ленина они могут гулять часами. Тати и ее собака. Зеленые просторы вместо каменных джунглей двора – радость для любого хвостатого. Здесь же гуляют и десятки других собаководов. Только в собачий оазис вмешалась вырубка. Тати забила тревогу. По ее словам, уже почти полсотни деревьев уничтожены. Напомним, ранее парк выбрали для благоустройства по нацпроекту. За него проголосовали 11 тысяч человек. Но что теперь от этого белкам и птицам? Конечно, беспокойство, что детки и сами животные этих деток могут быть убиты. Барнаульские биологи говорят, что в этом парке живет порядка 20 видов птиц, а еще множество белок, ежей и других животных, которые не видны человеческому глазу. И если вырубка деревьев так необходима, то, по словам экспертов, время выбрано крайне неудачное. Большое количество гнезд может быть разрушено. Конечно, с точки зрения эстетики нужно было удалить старые деревья, слишком много клёнов, поросль. Но вот выбранный момент, наверное, с точки зрения биологии, он вообще неудачный. Весна – это время, когда к нам прилетает огромное количество перелетных птиц. А для чего они прилетают к нам через многие тысячи километров? Для того, чтобы продолжить свой род. И, соответственно, это период гнездования. И когда идет массовая вырубка деревьев, многих птиц даже мы не видим. Мы можем только их слышать. При этом местные уверены, реконструкция парку нужна. Насколько я посмотрела его план, на сайте очень много всего именно для людей. Там какие-то площадки, инсталляции, объекты, арт, еще что-то. Как я вижу. Дорожки, может быть, выложить, лавочки, мусорки поставить, чтобы здесь убирали, ходили. Чтобы максимально сохранили вот эту природу. Мы связались с разработчиком предварительного эскиза проекта территории. По его словам, парк будет придерживаться природной концепции. Без аттракционов и капитальных строений. Глобальная вырубка не предполагается. В основном она затронет аварийные деревья. В парк изначально заложена была концепция, что он природный. Многообразие деревьев. И в проекте было предусмотрено зонирование озеленения. Хвойные, смешанные, лиственные. То есть и в каждой зоне есть и свой зеленый лук, и насыщение такое скромное малыми архитектурными формами и объектами для досуга. Поэтому я думаю, что если ничего не поменяется, то парк намного преобразится, может даже будет лучше, чем был когда-либо. Артем Малыгин заверяет, в новом парке найдется площадка для выгула собак. Проектом предусмотрено достаточное количество объектов для выгула собак. Там их две. Это по западной и восточной части от Невского и от Ленинградской, где в основном граничат с жилыми массивами территории площадки для выгула и дрессировки собак. Насколько пострадает флора и фауна парка, самые первые шаги ремонта уже показали. Все работы в парке будут проходить под пристальным вниманием общественников. За счетом того, что парк находится между двух оживленных дорог, такой участок жизни, конечно, хочется сохранить его.